Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим о том, как внимательно нужно следить за всем тем, что происходит с нашим жилищем, в том числе и вопросы пожарной безопасности. И, к несчастью, поговорим о том, если уже пожар происходит, то как его правильно нужно либо тушить, либо остановить, либо дождаться тех, кто это делает. И в гостях у нас человек, которым в этом разбирается великолепно, Евгений Александрович Германов, заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Здравствуйте, Евгений Александрович! Здравствуйте! Ну, во-первых, я так понимаю, что мы в преддверии таких замечательных всевозможных профессиональных праздников в эти вот весенние месяцы, и один из них принадлежит пожарной службе, да? Так точно. С чем мы вас поздравляем и в вашем лице поздравляем всех, кто работает в этой очень важной организации. Почему? Потому что, знаете как, доверяем и проверяем, у нас есть такая есть фраза, а еще мы всегда уверены в том, что ничего не произойдет, но когда происходит, первое, что мы делаем, мы дозваниваемся в том числе и во всевозможные пожарные службы, и верим в том, и верим небезосновательно в то, что вы нам поможете. Так что еще раз с праздником, и теперь давайте поговорим уже о конкретике. Прежде всего, насколько сегодня ситуация вообще с пожарной безопасностью в нашем регионе более-менее под контролем. Спасибо вам большое за поздравление. Можно сразу тогда, я пользуюсь случаем, поздравлю сотрудников нашей структуры. В этом году МЧС России отмечает 372-летие в области пожарной охраны. Этот день называется День пожарной охраны. Я хочу поздравить всех действующих сотрудников, ветеранов обязательно, всех работников, всех тех, кто так или иначе был связан с пожарной охраной. Это ваш день, и счастья вам и здоровья. Мы присоединяемся, причем все цело. Что касается пожарной безопасности и обстановки с пожарами на текущий момент. По состоянию на конец первого квартала 2021 года подразделениями пожарной охраны города Люберцы, в том числе 27-й пожарно-спасательной части, было ликвидировано 70 пожаров. 70? 70 пожаров. Это много или мало в сравнении? В сравнении с другими гарнизонами это средний показатель. Есть и достаточно более высокие цифры, есть и достаточно менее, точнее более-менее. То есть среднестатистическая такая. Да, это среднестатистический показатель. Здесь влияет очень большой, скажем так, рост пожаров в отношении как раз плотности застройки. То есть у нас гарнизон маленький, небольшой, в него входит всего 4 городских округа. И это пожары рассеяны как раз по всем вот этим городским округам. То есть чисто по Люберцам это получается достаточно маленькая цифра. Ну, то есть средний показатель как раз по нашей области. Но тут же у нас несколько цифр есть еще. Есть цифра пожары, которые происходят. Я так понимаю, есть цифра, насколько успешно и быстро они тушатся. И третья цифра, насколько неуспешно, да, или поздно сообщили, когда, знаете, как великая фраза в фильме «Место встречи изменить нельзя» сильно горит. Но вот пока все не сгорит, мы не приедем. Но это касалось, конечно, шутки. Вот с этими цифрами как сегодня обстоят дела? Что касается проблем участков тушения пожара, то есть именно, как вы говорите, плохо дотушенные, недотушенные пожары, таких моментов у нас, счастью, не встречается. Любой пожар у нас дотушивается полностью до окончания полной ликвидации пожара, что руководитель тушения пожара обязательно передает и составляет потом руководящий документ, акт донесения о пожаре. То есть такая точка жирная ставится. Да. Но, наверное, есть проблема, когда люди не сразу сообщают об этом. То есть в зависимости от того, тем быстрее, тем меньше последствия, правильно? Конечно. Пожар гораздо легче предупредить, чем его потушить. Это одно из направлений и правил, которые у нас должно соблюдаться. С этой целью как раз работает и пожарная пропаганда, и профилактика в обязательном порядке. Но мы об этом еще поговорим отдельно. Я сейчас хотел бы еще для сравнения. Все-таки, как вы понимаете, мы не можем пандемийный год тоже не учитывать. Почему? Потому что фактически год в этом году исполняется началом нашей новой жизни, когда довольно продолжительное время все люди находились дома. С одной стороны, это вроде бы ты все время следишь за колонкой, за то, что люди курят иногда и так далее. С другой стороны, пошел в комнату, ребенок взял спички и так далее. Были какие-то другие цифры? Была какая-то более сложная ситуация по сравнению с другими годами? Безусловно, пандемия повлияла на работу структуры пожарной охраны, конечно, как и во всех структурах. У нас личный состав стал вооружаться стандартным медицинским набором, то есть дезинфицировать руки точно так же, носить маски в общественных местах и на работе в том числе. Мы продолжали это делать. Выезжали к месту вызова гораздо реже на самом деле. Все-таки дома люди. Показатель такой был, конечно, незначительный, но все-таки он был зафиксирован, что количество вызовов на пожары стало гораздо меньше из-за того, что происходила самоизоляция нашего населения. То есть это вот тот случай, было бы счастье да несчастье, да, помогло? Да несчастье помогло. Зачастую пожары возникают как раз именно из-за того, что люди оставляют включенными электроприборы, и они находятся не под контролем. А когда человек дома, соответственно, все находится под контролем. И экстренное реагирование, то есть позвонить в пожарную охрану, звонок проходил гораздо быстрее, чем в обычные времена. Во второй части мы поговорим, естественно, о профилактике, потому что очень, на мой взгляд, важный момент. Приборов много, фактически весь наш дом превращается в какое-то нагромождение приборов разного качества, разных производителей, и может всяко случиться. Но вернемся к вашей работе. Итак, год был сложный, но вот на сегодняшний день вы сказали, что у нас среднестатистические показания. Это означает, что... Но все равно цифра 70 – это много. Какие основные виды пожаров происходят? Основные виды пожаров – это загорание в частных жилых домах. По большей части это занимает где-то около 70%. А что-нибудь во дворе, наверное, жгут, и огонь падает на... Загорание травы, мусора тоже очень часто происходит. На втором месте по количеству пожаров в основном, конечно же, это транспортный... Автотранспорт наш. Автотранспорт? Да, автотранспорт, легковой, грузовой автотранспорт. Это может происходить и в результате дорожно-транспортных происшествий, это может происходить и произвольно, особенно в зимнее время года. То есть все-таки первый квартал – это зима, это все-таки январь, февраль – это холодно. Водители прогревают автомобили, происходит короткое замыкание, то есть электропроводка не выдерживает минусовые температуры. Ну и говорят, что некоторые машины горят так, что только успевает водитель выскочить. Ну все-таки горючая нагрузка в виде топлива, бензина и, соответственно, салон автомобиля. Я даже удивлен, потому что не думал, что вот прям так автомобили... Сегодня, когда буду садиться за руль, еще раз внимательно посмотрю. Ну вот по показателям на транспортных средствах у нас 9 пожаров, произошло из 70. 9 пожаров – это много, ну в процентном соотношении. Хорошо. А вот в больших домах, да, вот вы говорите, в местах плотной застройки, какие там вот пожары происходят? Тоже по небосмотру? В основном это пожары в квартирах. Пожары в квартирах, также в садоводческих и некоммерческих товариществах в том числе. На дачах? На дачах. Бани. Ага, бани. Ну, частные дома, то есть все, где имеется большая плотная застройка и горючая нагрузка, и источник зажигания в виде открытого огня, тепла. Правильно я понимаю. Ну, кстати, сейчас тоже приходит время шашлычное, пока оно сдвинулось из-за холоду. Но оно будет, тоже, наверное, работы вам добавится. Об этом мы в второй части поговорим. Возвращаясь к видам пожаров, правильно я понимаю, что если мы говорим о частном секторе, а точнее даже о каком-то дачном исполнении, что, наверное, есть еще люди, которые не совсем как-то законно электричеством, где-то что-то неправильно подключился, тоже приводит к каким-то последствиям. Я не возьмусь сказать за этих людей, которые нарушают, скажем так, требования в области пожарной безопасности. Естественно, возможно, такие моменты и существуют. В любом случае это неправильно. И, скажем так, себя обезопасить необходимо именно с помощью пожарной профилактики. То есть даже если мы идем на какое-то ухищрение, я бы это так даже назвал. Если мы идем на какое-то ухищрение, мы должны обязательно думать, к чему это может привести, и думать о последствиях. В конце концов, последствия прописаны и в Кодексе административных правонарушений, и даже в Уголовном кодексе они имеются. Я прекрасно понимаю, что есть у нас еще такая служба, как пожарный надзор, которая занимается этими замечательными, знаменитыми всеми походами, которые к ним по-разному относятся. Но если мы говорим сейчас все-таки о выявлении каких-то опасных моментов, насколько, я понимаю, что это вопрос не совсем по вашему адресу, тем не менее, насколько помогают ваши коллеги, которые приходят в магазины в больших домах, которые на первом этаже, как правило, располагаются, которые приходят, опять же, проверяют какие-то садовые товарищи, это там дача и так далее. Видно пользу от этой работы? Собственно, как раз именно благодаря работе сотрудников государственного пожарного надзора у нас постоянно наблюдается стабилизация и даже иногда снижение роста количества пожаров. В их функции как раз входит обеспечение пожарной профилактики, пожарная пропаганда и надзор за соблюдением требований в области пожарной безопасности. Также за ними еще заключена дополнительная функция, функция дознания по результатам пожара. То есть, если пожар происходит, то дежурный дознаватель прибывает к месту, выясняет все причины, устанавливает причину пожара. Потом дальше все это вносится в статистику, в общую российскую, соответственно. Кто чаще всего виновником пожара выступает? Я сейчас поясню свой вопрос. Если, например, человек оставил открытую газовую горелку и, например, уехал, такой простой пример, получается, он виновник, да? Или что тогда те люди, вот, не приведи Господи, да, сгорела квартира, пострадали соседи? Соседи что-то... Как этот вопрос решается потом? Вы передаете какую-то информацию или вы только тушите пожар? Подразделение пожарной охраны – это как раз функции пожаротушения и государственного надзора. То есть пожарные тушат пожар, а надзор как раз устанавливает все причины и смотрит. Причины, почему, как и так далее. Здесь очень важно понимать, что большинство пожаров как раз происходит именно из-за беспечного отношения людей. То есть нам еще в школе начинают объяснять, что при пожаре необходимо звонить по номерам 01, 112, да, что спички детям не игрушка, то есть это все правила. Со временем, с возрастом они немножко забываются. Именно на это направлена работа пожарной службы, взаимодействие со школьниками, с детскими садами, с организациями. Начиная с самого низкого уровня. Мы проводим постоянно рейды, проводим внеплановые уроки, экскурсии в пожарные части. Мы доводим до людей как раз требования и правила пожарной безопасности. Инспекторский состав тоже этим занимается. Они работают как раз более углубленно уже с организациями, с более взрослым населением. Ну, конечно же, детей также привлекают. Ну, я так понимаю, что если пожар уже, к сожалению, состоялся, то вот та точка, которую ставят участники тушения этого пожара, это тоже очень важный элемент, потому что он закрепляет некую ситуацию, после которой начинается уже разбор всего произошедшего, этого чрезвычайной ситуации, потому что потом там суды, возможно, будут и так далее. То есть тоже такой важный момент, когда ставится конкретная точка. Ну что, сейчас мы сделаем небольшую паузу, если позволите, а вот во второй части как раз поговорим, ну а как все-таки добиться, чтобы не 70, и даже не 40, и даже не 10 случаев пожаров было на отдельно взятой территории. Давайте дождемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко, а в гостях у нас Евгений Германов, заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. День пожарной охраны, да, так называется, День пожарной охраны в России. И, собственно говоря, все, что связано с этой важной службой, сегодня является предметом нашего разговора. В первой части мы поговорили, какие пожары, они, к сожалению, случаются. В общем-то, вроде как, к сожалению, ничего нового мы не услышали. Единственное, что чуть-чуть, если можно так сказать, порадовались, как ни парадоксально, за ковидный год, когда все находились дома, число пожаров уменьшилось. Но, тем не менее, уже завтра, послезавтра, еще через какое-то время, где-то, к сожалению, это может произойти. И вот сейчас мы как раз можем поговорить о профилактике. Вот согласитесь, Евгений Александрович, что ведь и по телевизору, и фильмы «Катастрофы» так популярно об этом говорят, и действительно в детском садике, и в школе, и в вузе все время говорят, а люди продолжают, ну, извините за грубое слово, гореть. Почему? Что они работают? Все относится к беспечности людей. Со временем стираются границы, что хорошо, а что плохо. В основном люди начинают пренебрежительно относиться к правилам пожарной безопасности, да не только к правилам пожарной безопасности. думают, считают, что жить можно проще, если не соблюдать какие-то определенные требования. А если меня не видят, я могу нарушить что-то, да, это никто не заметит, никто не осудит. Это по большей части относится к людям, которые по возрастной категории, ну, как правило, где-то свыше 50 лет в среднем. Потому что большое количество пожаров как раз возникает именно в жилых домах, где хозяевами и собственниками являются люди как раз именно данной возрастной категории. Немножко меньше внимательности, немножечко расслабленности, немножко забыл закрыть, это да. И как быть тогда? Датчики ставить? Да, в такой ситуации есть возможность обеспечить себя с точки зрения пожарной профилактики. Есть такая система, называется система противопожарной защиты. Она как раз направлена на защиту имущества, ценностей, жизни людей, конечно же, от пожаров и от возгораний. К ней будут относиться как раз автоматические пожарные извещатели, которые можно устанавливать и дома, и, соответственно, которые установлены на объектах, да, то есть как торговые центры, там школы, детские сады, социально значимые объекты. То есть их можно устанавливать дома. Они свободно приобретаются в продаже, на них имеются, должны быть обязательно сертификаты, и компания, которая производит эти извещатели, она должна быть обязательно залицензирована. Вообще компании интересуются вот этой продукцией, я имею в виду компании-изготовители, которым, ну, выгодно, да, производить, казалось бы, ну, лежит на поверхности. Люди хотят жить спокойно, не находясь за рулем, вдруг вспоминать, что что у меня с утюгом там и так далее. Наверное, можно придумать систему какого-то отключения на время отсутствия, ну, все что угодно. Насколько сегодня много таких схем, систем, которые помогают в противопожарной жизни? Прогресс не стоит на месте. Разумеется, производятся новые разработки, то есть автоматические пожарные извещатели, которые при сработке автоматически отправляют смс, оповещения на телефон хозяина. Да, так называемые «умные дома» очень много сейчас популяризировано, становятся актуальны вот в Москве, в Московской области особенно, да. Это касается не только даже системы оповещения, это касается и систем пожаротушения автоматического, то есть это сработки переносных огнетушителей, автоматических огнетушителей. Вот такие системы можно устанавливать повсеместные, даже в гаражах, дома. Ну, конечно же, это необходимо учитывать только требования к использованию такого оборудования. Ну, а вот если, например, давайте уже доведем эту тему до конца, вот услышал нас человек и подумал, да, я могу что-то не выключить, у меня, ну, отдает себе в этом отчет. Вот он хочет установить эту систему. Ему как обратиться, как ему утвердить ее, чтобы сказали, да, система работает правильно и так далее? Специально аккредитованные организации как раз именно продают и... А где их найти, эти организации? Список какой-то существует или надо просто в интернете? Достаточно в интернете поискать, но при этом необходимо очень качественно подходить к выбору компаний и конторы. Ну, как все в нашем ЖКХ. Ну, конечно, необходимо проверить обязательно сертификаты на качество, на продукцию и лицензию компании, которая устанавливает или проектирует, или монтажирует системы извещения или пожаротушения. Это обязательно необходимо сделать. Если мы это не сделаем, то будет тогда проверять уже государственный пожарный надзор. Вот, да. Сразу так, с такой улыбкой, да, сказал Евгений Александрович. Еще такой вопрос. Давайте возьмем уже не жилье, а возьмем места общественного пользования, транспорт, магазины, школы, вузы и так далее. Мы видим там пожарные щиты. В общем-то, сегодня они выглядят более-менее даже солидно. Не то, что раньше там багор висел, ведро какое-то такое страшное треугольное. Вот сейчас есть специальное разбить стеклышко, что-то нажать на кнопку. То есть видно, что работа идет в этом направлении. Но, тем не менее, насколько сегодня сотрудники того или иного предприятия готовы в случае объявления пожарной тревоги выполнить какие-то нормативы? Вы в этом направлении работаете? Обязательно. Несколько раз в год проводятся массовые рейды по плановым проверкам данных объектов как социально значимого характера, так и общественного пользования. Что-то вроде торговых центров, например, магазинов. Проводятся не только сотрудниками госпожнадзора, но и действующими сотрудниками пожарной охраны, которые занимаются непосредственно пожаротушением. То есть я также принимаю участие в таких мероприятиях. Мы проверяем качество проведения эвакуации персонала, населения, соответственно, работы персонала по эвакуации, опять же, населения. Мы проверяем сработку системы автоматического извещения, которая автоматически срабатывает, и сигнал приходит на пульт пожарной охраны автоматически. То есть мы проверяем вплоть от начала нажатия пожарной кнопки, скажем так, кнопки вызова, и до окончания полностью эвакуации и всей инструкции действия персонала. Этим занимаются как раз все наши сотрудники. И несколько раз в год проверяются полностью рейды. После выявленных всех нарушений проводится работа над ошибками. А вот еще такой вопрос. Возвращаемся к дачам каким-то таким. Вот человек купил себе, ну, ответственный, купил себе огнетушитель. И он думает, что огнетушитель у меня есть. Или как в машине, да, огнетушитель есть. А как им пользоваться, он не знает. Вот как заставить человека, чтобы он хотя бы инструкцию прочитал. Вы абсолютно правы. То есть мало того, чтобы иметь имущество, да, какое-то в области пожарной безопасности, надо еще необходимо понимать, как им пользоваться, как его использовать. Где можно, где нельзя. По назначению, да, что огнетушитель – это устройство для тушения первичного пожара, да, небольшого, крупного, разгоревшегося. И мне гвозди, в конце концов, забивают, правильно? Вот, да. Что касается инструкции. К каждому обязательно имуществу, которое обеспечивается, скажем так, можно купить, да, приобрести в области пожарной безопасности, там, ПТВ, оборудование какое-нибудь. Вот, обязательно должна быть инструкция по эксплуатации, паспорт изделия, в котором четко прописаны все необходимые меры эксплуатации. Это и сроки годности этого оборудования. Ну, допустим, тоже, кстати, немаловажный момент. То же самое огнетушитель, да. То есть имеется срок годности не самой колбы, не самого бака объема, а именно вот огнетушащего вещества и состава, который находится внутри. Перезаряжать его надо. И такие огнетушители обязательно подлежат перезарядке, конечно же. И не только перезарядке, но и после использования его тоже необходимо перезаряжать обязательно. То есть все-таки инструкции есть, и их необходимо читать. Ну, опять же, в силу беспечности людей... Вот когда таблетки-то покупают, читают же инструкцию, да? Казалось бы, прочтите, если вы... И я прочту еще раз. Потому что у меня огнетушитель стоит все как... Недавно, кстати, я проверил срок годности, потому что если срок годности уже вышел, то меня уже могут за это наказать, например, в автомобиле, правильно? Да. Кстати, помимо общих вопросов, профилактики и так далее, с чем вы еще, может быть, сталкиваетесь, когда люди ведут себя неадекватно в плане пожарной ситуации? Как неправильно перестройку в доме делают или какие-то используют материалы пожароопасные в строительстве, например? Да, в современном мире мы используем очень часто материалы, которые составляют очень опасную, пожароопасную нагрузку. Это и пластиковые элементы всевозможные. То есть мы отходим от использования натуральных продуктов. Как показывают эксперименты в НИИПО, МЧС России, натуральные продукты, сделанные из натуральных материалов, ну, та же самая древесина, например, да, она горит гораздо медленнее, чем искусственная. Да. То есть мы возьмем, например, простой элемент, когда готовимся к Новому году. Мы покупаем елки пластикового типа. Многие берут, соответственно, живые елки, да, вот. То есть сравним горение двух деревьев. Дерево, соответственно, будет гораздо дольше тлеть, гореть, соответственно, это даст определенное время, возможность отключить электроприборы и приступить к тушению, да, решить какие-то вопросы. Пластиковые выделяют очень много дыма и горючих веществ. Точнее, выделяют очень много пожароопасных, токсичных веществ, опасных для дыхания. Да, то есть человек может отключиться и уже все. Да, и это происходит буквально за несколько минут. Понятно. И я так понимаю, что еще проблема всевозможных продуктов, товаров, кнопок выключения, которые находятся в режиме ожидания, товары всеразного производства. И еще не забывайте, вот есть электрические приборы типа розетки, которые тоже не очень качественные, проводка, которая некачественная. Вот это же все, к сожалению, тоже приводит к пожарам. Точно так. Для этих целей Российской Федерации постановлениями правительства и указами президента, и в том числе федеральными законами, установлен единый технический регламент. Это федеральный закон номер 123 от 22 июля 2008 года. В нем прописаны все основные требования в области пожарной безопасности для производственных объектов и вообще для объектов социально значимого назначения. И эти требования прописывают отдельные как раз параметры необходимости тех или иных устройств для определенной категории объектов. То есть там нам расскажут как раз, где, какие взять именно розетки для того или иного случая, в какое или иное помещение. Чтобы обезопасить себя. Ну и последний вопрос. Опять же возвращаемся к празднику. Мы любим смотреть кино, где спасают. Иногда забываем о том, что в жизни это происходит гораздо чаще. А был ли какой-то интересный эпизод вашей, может быть, вы где-то слышали у коллег где-нибудь в других городах, какого интересного тушения пожара? Скажем так, это был интересный эпизод, но не совсем тушение пожара, а проведение аварийно-спасательных работ. Я просто сразу скажу, что наши сотрудники выполняют не только тушение пожаров, но и спасение пострадавших. И какие-то спасательные работы мы тоже все-таки проводим. Был интересный случай, когда мы доставали из трубы на глубине 3-4 метров собаку, которая забилась, скажем так, в эту трубу, и было невозможно ее практически достать. То есть труба проходила под землей на расстоянии 6 метров примерно. Так и что? Так. И она туда забилась под землей. Ну, соответственно, диаметр трубы был достаточно небольшой. То есть это было где-то сантиметров 30, и пролезть туда вообще было невозможно. 4 часа спасательных работ силами и 232-й пожарной спасательной части. Спасателям огромное им спасибо за это. Очень хорошо помогли нам. И 27-я пожарно-спасательная часть. И я лично тоже работал на этом. Силами, вот, общими усилиями нам удалось ее вытащить оттуда, да, освободить. И эту собаку я потом на некоторое время взял к себе домой на передержку, и после чего мы отпустили ее, скажем так, ко мне на родину в город Иваново. Да вы что! То есть такая история. Да, и она сейчас живет у моих знакомых. Очень здорово. Очень здорово. Вот такая, вот такая. Это, пожалуй, очень хорошо характеризует всех сотрудников вашей службы. Еще раз всех вас поздравляем с праздником. Напомню, что в гостях у нас был Евгений Германов, заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области. Но, несмотря на праздничное настроение, мы не устаем напоминать, что давайте следить внимательно, потому что сейчас, кстати, пандемия, ну, сходит на нет, приходит летний период, мы все расслабляемся, начнутся все-таки поездки, ну, может быть, не за границу, но по стране. Выключил все, обесточил все, что можно, и едь спокойно. Вот, мне кажется, это надо не забывать. Все правильно. И читайте инструкции. Обязательно. Спасибо большое. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова